Сибирские хаски Редко встречающаяся буро-белый, чистый бурый, черный или белый. Вокруг глаз может быть черная или белая маска, а на лбу, где основание носа, двойная вертикальная полоса. Шерсть густая, но не длинная, с мягким подшерстком. Исключительно благодаря заинтересованности американца порода хаски сохранилась до наших дней. Само слово хаски походит от искаженного американцами английского слова эски, означающего эскимос. Расцвет популярности сибирских хаски приходится на 1930-е годы, так называемый период золотой лихорадки. На Аляске в нелегкий поиск золота вырос спрос на ездовых собак, и хаски как раз могли проявить себя с наилучшей стороны. Дружелюбные ездовые собаки, похожие на диких волков, настолько полюбились американцам, что те превратили их в национальное достояние, сделавшие мирно популярными. Однако, чтобы никто не забыл об их родине, хаски поразвали сибирскими. Хаски очень умны и высокоинтеллектуальны. Часто люди ошибочно сомневаются в их интеллекте из-за непростой обучаемости. На самом деле, собаку нужно не банально дрессировать, как в цирке, а правильно ее заинтересовать, став для нее авторитетом. Несмотря на свою доброжелательность и дружелюбность, хаски достаточно своенравны и упрямы. Они нуждаются в сильном лидере рядом с собой, который будет настойчивым и сможет добиться от независимого питомца послушания. Слабохарактерным людям не посильно укоротить столь темпераментную породу. Активность их просто зашкаливает. Поэтому нужно еще постараться утомить пса физически, чтобы он стал более покладистым. Если же пустить воспитание и дрессировки на самотек, хаски будут шалить, чтобы вдоволь набеситься. Так как эскимосы многие годы доверяли хаске самое святое, свое потомство, собаки очень полюбили детей. Однако учитывайте, что у каждой отдельной особи могут быть свои поведенческие нюансы. Как уже было отмечено, хаски очень самодостаточны, поэтому дрессировки поддаются без энтузиазма. Элементарным командам собаку нужно обучать с раннего возраста. А вот с шести месяцев ее можно отдать на специальные курсы, дрессура к опытному кинологу. От правильности воспитания будет зависеть, станет ли хаски верным компаньоном или же превратиться в неконтролируемого пса. Ввиду своей приветливости порода непригодна в качестве. Охотничий. Заинтересовать охотой можно, но добычу уж точно не принесет. Сторожевой. Инстинкт охранять свою территорию практически отсутствует. Охранный. Неагрессивный даже к посторонним людям. Могут лизнуть незнакомца в знак приветствия. Служебный. Слишком самостоятельный. Попыткой развить у хаски агрессивность, как правило, заканчивается нарушением его психики. Поэтому лучше всего представители этой породы подходят на роль компаньона и шоу выставочной собаки. Лучше всего покупать щенка в возрасте от четырех до шести недель, когда уже начинает проявляться характер и индивидуальность. Довольно задруднительно выбрать не лучшего щенка, ведь хаски очень меняются по мере взросления. Только опытные заводчики способны помочь правильно выбрать собаку, как на роль хорошего друга, так и для участия в различных выставках. Сравнительно с другими, более требовательным к себе породами собак, сибирские хаски достаточно неприхотливы. Купать его нужно не чаще двух раз в год, потому что он сам поддерживает свою шесть в чистоте. Линейт хаски дважды в год. Линейт длится до трех недель. За это время подшерсток полностью обновляется. Встреч их не нужно, а вот расчесывание лишним не будет. Чтобы собака не испытывала дискомфорта при ходьбе, важно вовремя отстрелять ей когти. Кормить хаски можно тем же, что и других пород собак. С момента его появления в вашем доме лучше сразу определиться, что вы будете ему давать – сухой корм или жентуральный. Смешивать их не рекомендуется. Плюсы и минусы породы. Плюсы. Дружелюбный и приветливый ко всем. Обладает сибирским здоровьем и вынослив. Прекрасно ладит с другими собаками и детьми. Практически не лает. Шерсти кожи не имеют запаха. Минусы. Упрям и своенравен. Склонен к лидерству. Плохой охранник. Очень сильно линяет и остро нуждается в активных физических нагрузках. Хаски был создан для тяжелой работы, поэтому в нем заложена потребность большой нагрузки. Эта порода для вас, если вы готовы ежедневно обеспечивать своего хаски длительными прогулками и пробежками. Он станет отличием спутников в пеших путешествиях в теплое время года. А зимой может весело прокатить вас на самках, ведь это у него в крови.